всем привет сегодня я приготовлю оладьи из кабачков наступает кабачковая пора и множество блюд можно приготовить из кабачков я приготовлю сегодня оладьи с добавлением геркулеса овсяные хлопья я заливаю кефиром я для начала нужно сказать что нужно у меня два небольших кабачка 3 столовые ложки геркулеса 2 яйца сода пол чайной ложки стакан кефира и процессе буду добавлять муку чтобы придать консистенцию густой сметаны хлопья я залью кефиром чтобы они разбухали так сказать и тем временем я натру кабачки на крупной терке пока у нас хлопья будут размокать так сказать кабачки натираем на крупной терке кабачки я натерла на крупной терке посолю их когда добавляем яйца 2 яйца все это перемешаю пока яйца с кабачками солью теперь вот ложечку пол чайной ложки соли и она вы положу в кефир и перемешаю чтобы равномерно суда получилось в этой массе хлопья уже так достаточно размягчились выкладываем их тоже сюда с кефиром перемешиваем вот масса получается такая не очень густая ну добавлять муку я буду понемногу чтобы получилось гуще сметаны это масса три ложки положила столовой перемешаю посмотрю насколько это будет мне кажется будет достаточно я думаю что это как густая сметана может быть еще немножечко добавлю одну ложку все перемешиваю теперь я эту массу немного отставлю пусть она постоит немножко чтобы все компоненты соединились как выражаю из такое выражение поженились несколько минут пусть постоит и потом буду жарить оладьи я разогрела сковородку налила туда масло и сейчас буду выпекать оладьи надо немножко меньше набирать таки получается крупненькие нормальные оладьи оладушки жарим до готовности вот одна сторона уже поджарилась переворачиваю оладики и готовим жарим до готовности такие получаются красиво но крупноватый я думаю что можно сделать немножко поменьше ложка большая оладьи я готовая я выкладываю на бумажное полотенце чтобы немножко убрался ушел жир они все-таки впитывают много масла нежелательно поэтому полежат на бумаге ну таким образом выпекаем все оладьи следующую партию оладий я сделала поменьше ну так лучше будет удобнее и переворачивать ну и кушать так как фаршики призываю вернее в тесте для оладьев присутствует сода и кефир они получаются такими вот пышненькими честно говоря я не готовила оладьи с добавлением соды оладий из кабачков но вы знаете очень интересно так и вкус такой приятный чувствуется вкус хлопьев овсяных то бишь геркулеса очень приятно необычно жарим мои оладушки готовы я специально вам покажу их толщину такие пышненькие ну правда вкусные я уже успела попробовать не терпелось советую вам приготовить если вы у меня были добавьте еще ложку овсяных лопьев тогда будет вкуснее ну вкусно необычно оладьи можно есть ну кто как любит со сметаной или без сметаны мне нравится так я их поджарила хорошо мне нравится такая хрустящая курочка приятного вам аппетита всего доброго пока пока